Друзья, всем привет! Меня зовут Шанская Яна Игоревна и сегодня я вам расскажу, как вам сэкономить несколько тысяч, сотен, а возможно и десятки тысяч рублей на вашем лечении. Ежегодно в России тратится порядка 200 миллиардов рублей на следующие средства. Это иммуномодуляторы, противовирусные, противопростудные, противогриппозные средства. Сегодня мы с вами разберем, что это за такие чудодейственные вещества, на которые мы тратим такое большое количество денег. Жух! И ты петух! Ну, поскольку вы поняли, что я записываю, видим, что-то с ними все-таки уже не так. А не так это то, что острая респираторная вирусная инфекция это огромный класс вирусов. Более трехсот и еще имеющих там подсемейств от пяти до десяти. В общем, разбираться, какой именно вирус вызвал у вас симптомы ОРВИ или по-простому простуды, для медицины это слишком дорого. Нету ресурсов, нету времени. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это, кстати. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Ну и какой вообще смысл, если вы выздоровеете уже на четвертый-пятый день вашей болезни? Почему на четвертый-пятый? На четвертый-пятый начинают вырабатываться специальные вещества в нашем организме. Наша иммунная система начинает работать именно в этот период. Если вы на второй-третий день выпили великое противовирусное средство, то, возможно, вы подумаете, что все-таки это его целебная сила, сверхсильная медицина. Но это не так. Не так? Сейчас объясню еще подробнее, почему. А именно потому, что вирус, он живет именно внутри самой клетки. Не как бактерия. Бактерия живет снаружи клетки, и поэтому ее легко на самом деле убить антибактериальными средствами. А для того, чтобы убить вирус, нужно нам попасть внутрь клетки и уничтожить саму клетку. И, по сути, убить собственную живую клетку. Это не очень хорошо, и медицина не дошла до таких моментов, где можно селективно, то есть выборочно убивать какие-то клетки. Они нам нужны все. Итак, друзья, так почему же назначаются они? Они могут назначаться в двух вариантах. Первый вариант – это некомпетентность доктора. У них нет мозга. К сожалению, с доказательной медициной знакомы не все. Она начала набирать обороты не так давно и становиться популярной среди молодежи. Многие доктора, закончившие еще в советское время, которые не сильно рвутся сейчас обучаться чему-то новому, применяют все те же подорожники, огурчики, лопухи и противовирусные средства. Верхушечку смочить слюной, смочить слюной задний проход и вставить, не отрывая от ботвы. Огурец дает прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли. Возможно, это некомпетентность, но, возможно, врач прекрасно понимает, что за средства он вам назначает. Это во втором случае, если он видит, что с вами очень сложно разговаривать и объяснять вам, что во время простуды все, что вам нужно делать – это ничего не делать. В международных клинических испытаниях, исследованиях, вот в нашем списке препаратов данных нет вообще ничего. То есть мировая медицина не знает данные препараты, как они устроены, как они работают и что все-таки применяют. У нас есть у врачей определенные международные мировые библиотеки, где мы делимся различными исследованиями. И даже перед тем, как попасть на прилавок, препараты нужно пройти на кучу просто разных исследований. Почему-то уже совсем другая история. Это очень дорого, долго и требует огромных ресурсов. Данные же препараты не имеют никаких исследований. Они проводятся, но проводятся в рамках каких-то ограничений и не по всем правилам доказательной медицины. Почему они не проходят дальше исследования, непонятно. Ну, нам-то с вами, конечно же, понятно. Все потому, что, к сожалению, они не работают. А красивая упаковочка, надпись «Противовирусные», нарисованную страшной «Злой убийца вирус» делают свое дело. Спасибо за это маркетологам, собственно говоря. Деньги есть. Так что же делать, спросите вы? Я вам объясню. А делать нужно, как я уже сказала ранее, ничего. Все, что вам нужно, это ограничить себя от большого количества и скопления других людей. Оставаться дома, запастить вкусняшками, включить видео, наварить, возможно, компота какого-то. И если на третий день у вас температура будет не спадать, то тогда уже вызывать врача на дом. Ну, а если вы хотите ко мне на консультацию, то ссылочка внизу, подписывайтесь. Я вас всех люблю. Ты космос, детка! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!